Так мы с вами учим, учили уже 29 главу в книге Таня. Здесь он говорит о том, что часто бывает проблема, которая называется у него тимтумхалев. То есть человек хочет углубиться в величие Всевышнего, но недостаточно для этого хохма бина и даат. А также есть вот эта составляющая, которая связана с медот, с тем, что у человека есть гордыня, и она ему мешает, она является такой заслонкой, перегородкой, и надо сначала подавить ее, эту гордыню, и потом как бы прорывается свет, можно сказать. Он часто пользуется вот этим образом. Свет души, свет мудрости. Но это только после того, как человек придавил вот эту гордыню свою. Да, и я хочу сегодня обсудить это более подробно. То есть мы уже говорили об этом, да. Хочу просто этот урок посвятить вопросу гордыни или приниженности, противоположной гордыни. Во-первых, надо сказать, что Аристотель, у него есть книга «Никомаховая этика». Он там говорит о том, что вообще он говорит о золотой середине, о том, что все качества, характера человека должны быть уравновешены, ни больше, ни меньше, да. И в том числе и качество, которое связано с честью, почестями. И тоже, когда у человека чрезмерное стремление к чести, так это нехорошо. Когда меньше меры, тоже нехорошо, но в меру это замечательно. Это у него называется, по-гречески называется «мигалопсихия». По-русски принято это называть «величавость». И он очень много, он очень подробно описывает человека, величавого. Он описывает, как он должен себя вести. И он как раз восхваляет вот это качество величавости. Вопрос, как иудаизм, как Тора смотрит на вот этот подход. Так, самый близкий у нас к этому подходу, к подходу Аристотеля, это, можно сказать, это Амиири. Я принес известный рабимин Ахэм Амиири, один из решений, 13 век. Прованс, да, вы знаете, Южная Франция, да, это он, великий комментатор вообще гоморы, да, у него есть, вообще интересно, да, очень много поколений было о нем известно, и цитаты везде и всюду из его книг, да, но сами труды его лежали в европейских библиотеках и были неизвестны, недоступны, да, и только в нашем или в предыдущем поколении, да, его, все его труды были опубликованы. Хидуше Амиири, это называется Бейтабихира, есть разные названия, да. Так у него есть такое произведение, которое называется Хибура Чува, то есть он посвятил большой труды вопросу Чувы, и тут у него есть целая голова, которая посвящена вопросу гордости, скромности, да, то, что у нас называется Гава, Анава, да, это, он очень-очень подробно это все здесь обсуждает, это пятая голова, так он пишет, левоэрбо и йод, кольми торерла шувля архик тахлита архака медата гава, это, он связывает это с Чувой, как многие другие тоже, да, что человек, который делает Чуву, он должен отдалиться от гордыни. Да, очень подробно, это здесь он все, я советую просто это изучить, да, мы не сможем, конечно, на этом уроке все пройти, да, но в общем и целом он пишет так, он делит гордыню на четыре категории. Точнее, не категории, а уровни, ли ступени. Вы уже чувствуете, да, откуда он взял вот это выражение икрат руах, да, то есть на самом деле есть такой пасук в Мишле, да, ну, вопрос, как понимает там это выражение, но у него, несомненно, это переводы вот этого греческого слова, мегалопсихе, да, то есть это икрат руах, это великая, великая душа, да. Он писал на иврите, очень, причем на чистом иврите, на таком очень хорошем, понятном. Варвит бешем сельсуль, он икью тадат. И он подробно все вот эти уровни разбирает, к сожалению, у нас нет времени это все прочитать. Да, так он пишет Гаришон, значит, первое, То, что называется Гаава у него, это, надо отдалиться от этого, воздержаться от этого. Да, что он здесь имеет в виду? Да, он описывает такое, этого человека, да, человек, который не, это не терпит, да, что какого-то другого мнения, он пишет здесь, Он не может выдержать, терпеть, что кто-то ему с ним спорит, оспаривает его мнения, не согласен с ним. Не потому, что он уверен, что он на самом деле прав. Да, он считает себя самым умным, самым важным, самым возвышенным и так далее. Да, это вот эта Гаава, она, это вещь отрицательная, он говорит, это, как бы, это очевидная вещь для всех, да. Это, вот это первая ступень, первая категория, да. Вторая, он это называет срара или гитнасут, срара это власть или вознесение, да. И он как раз это не отрицает. Человек чувствует, что он полностью прав, да. И он считает, что он должен отстоять вот эту позицию, это мнение. И он занимает какую-то должность, он считает, он должен влиять на людей, следить за их правильным поведением. Человек, он должен установить истину не ради победы, своего возвышения, а ради истинной цели. Так эта вещь, она, она положительная. Да, он очень много об этом здесь говорит. Да, очень интересно, он... Вы помните, мы говорили про Моше Рабейну, да, что он считается самым... Она в Миколадам, самым приниженным духом, самым скромным. Да, так он здесь говорит такую очень интересную вещь, да. Он говорит, что... Он различает между понятием «анава» и «шифлют руах». Приниженность духом, дословно, да. Он просто объясняет этимологию слова «анава», это слово «лаанот», «инуй», «шуйнянкния» — это смирение. Да, но он говорит, что «анава», так же, как это связано со скромностью, с приниженностью, это так же связано с тем, что, когда человек, он отстаивает истину, он борется за истину, это тоже такой вид «анавы». Да, он это все связывает. И тут он очень много говорит про Моше Рабейну. Он говорит, «Выклала дворим, шиколит габрут вейтнасуд, кшуу альцад каванары цуя, никра гамкенанава». Да, парадоксальная вещь. Он говорит, любое возвышение, и когда это имеет желательное намерение, как он говорит, это тоже называется «анава». Несмотря на то, что человек возвышается, он себя ставит выше других, но поскольку у него желательное намерение, это тоже называется «анава». И он говорит, «Выклала дворим, шиколит габрут вейтнасуд, кшуу альцад каванары цуя». У меня есть доказательства. «Бьет Моше Рабейну альава шелом, мефурсам бемидат анава». Моше Рабейну, как мы уже говорили, он известен своей «анавой», я даже не буду переводить, потому что он внедряет в это слово новый смысл. Он был в этом очень-очень силен. У него была анава чрезмерная, можно сказать. Он говорит, обратите внимание, как Тора описывает нашего Моше Рабейну. Он ревностно относился к любому безобразию. Моше Рабейну, противное поведение, можно сказать. Умидгабер бевитулот ахлит итгабрут. Он применял крайние силы, можно сказать, чтобы подавить вот это безобразие. Каиньян Амицри, он нам напоминает. Вы помните, что Моше Рабейну сделал с тем египтянином? Он даже не говорит, что, но мы все помним, конечно. У Каиньян Маасе Гаэгель. Как он вел себя, когда евреи грешили с золотым тельцом. У Каиньян Махлукто Шелькорах. С Корахом, как он расправлялся. Витимца Беарон Шелонихлаль Тахсисы Ньяноба Миндата Анава. Анава, он был не такой. Он как раз не был анав. А в Альбекце Шифлю Труах. Он здесь разделяет, различает между этими двумя терминами. Анава и Шифлю Труах. Он дальше показывает, что это разные вещи. Он говорит, что Анава, и в особенности та Анава, которая связана с Муши Рабейну, она не требует от человека каждый раз склонять голову, не обращать внимания на безобразие. Наоборот, то, что вот это поведение, которое описывается в той, то, что Муши Рабейн отстаивал, это то, что вы мне говорили на прошлом уроке, в конце, отстаивал каждый раз истину. Это и есть Анава. Так он говорит. Есть такая Агмара, да. Да, но там, не знаю, что он там объяснит. Не знаю, есть кто-то об этом тоже говорит. Вальзэ, ньян, еще читаю, еще отрывок. Да, это очень интересно. Я забыл вас попросить несколько говоров, можно масехет сута, масехет шаббат и заодно рамбом и льхот гамада. Есть такая Агмара, да. Окей, да, хорошо. Давайте будем рассмотрим то, что есть такая интересная Агмара, да. В конце масехет сута, в самом-самом конце, да, она даже, можно сказать, шокирует людей. Люди, не все же учат все масехет, но мы часто участвуем в сиюмах, да, как раз зачитывается конец трактата, и можно быть знатоком всех концов трактатов, да, если... Да, так вот, тут написано, то есть, начинается все смешно, в Мишне сказана такая вещь. да, это в масехет сута, тут с тех пор, как умер такой мудрец, так уже нет такого достойного качества, такого, такого, да, так сказано, Мишемет Рэби, Рэби Уда Анаси, Батэль, Ана Ва, Вейрат Хэт, да, после смерти Рэби Уда Анаси уже больше нет Ана Вы, и нет Ират Хэт, нет боязни греха. Что Гмара говорит по поводу этой Мишны, Амар Лей, Рав Йосеф Ле Тана, да, Рав Йосеф, Рав Йосеф Амура сидел в Бетмедраше, было принято, вы знаете, Тана, это человек, Зубрио, это человек, который говорил Мишну наизусть, да, вслух, так Рав Йосеф сказал вот этому Зубрили, Летит Ни Ана Ва, да, ты в этой Мишне не учи слово Ана Ва, да, почему? Да и Каана, есть я, я еще жив, вы, Ана Ва никуда не делась, да, есть, правда, от Виленского Гаона говорят, что имеется здесь в виду, что Ана это какой-то мудрец, которого звали Ана, да, он упоминается в Иерушальме, и с тех пор, я не знаю, это правдоподобно, или нет, но с тех пор ведутся поиски всего, всего Иерушальме, да, и пока еще не нашли, да, так вот есть такая, да, потом сказано, мы давайте уже сделаем сиум, Амарлей, равнахман, литана, каждый здесь Летит Ни Ират Хэт, да, там уже Зубрили, он говорит, не учи, Ират Хэт, тогда непонятно, что, что тогда учить, да, Мишиме Треби, значит, Анава ему запрещают говорить, Ират Хэт тоже запрещают, да, почему Ират Хэт тоже надо исключить из Мишны, да и Каана, есть я, да, так тут все в шоке, да, то есть, человек может, Анав, это парадокс такой, Анав может про себя сказать, что Ананав, есть такой известный парадокс греческий, да, сказать про себя, что я, я лгун, да, шакран, есть такой парадокс известный, да, это парадокс, так вот вам еще один парадокс, еврейский парадокс, да, да, не говори, что больше нет скромных, поскольку есть я. Так Мири приводит эту дагмару, и он отсюда как раз доказывает, что анава это не то, что мы думаем. Он доказывает, что анава это не шифлютруах. Почему? Потому что шфальруах, он не как раз, он не может себя похвалить своими качествами. Он даже не ощущает, у него нет ощущения, что он действительно обладает этими качествами. А анава это что-то другое, анава это не низость духа. Что это такое? Анава это когда человек не имеет вот этих злостных намерений, то есть он не оспаривает, не стоит на своем позиции, на своем мнении ради того, чтобы возвыситься над другими, а он за правду, он придерживается истины, и он ради истины готов на все. Вот это анава. Если надо промолчать, тогда он молчит, а если надо наоборот выступить против какого-то безобразия, тогда он выступает против этого безобразия. вот это называется анава. Это мы видим из Мушер-Абейну, то есть у него на Мушер-Абейну взгляд совершенно другой. А это не связано с качеством анавойка? То, что Мушер-Абейну правильно, но у него он был канай, поэтому он делал. Да, то есть был и анав, и да, окей, возможно. Да, теперь, что интересно, это дальше. Гадаргаш лишит, вот это третий уровень, то есть вот этот цару уровень, который он восхваляет, он говорит, что он имеет отношение к особым людям, люди, которые занимают какую-то позицию, какую-то должность, да, они руководители, лидеры, да, они следят за порядком, да, но это не касается каждого смертного, да, но есть вот этот, это третий уровень, адаргаш лишит, ги икрат руах, да, как мы сказали, это прямо взято, можно сказать, из, из, от Аристотеля, что это значит, икарэ баалея, икар руах, да, тот, кто обладает этим качеством, вот так называется, икар руах, то есть по-русски величавый, да, иньяно шэйнло гавут ле в шьевеу лахлок у левакеш ницуах, это не тот самый, который стоит на своей позиции, он оспаривает, отстаивает истину, не в этом дело, да, что, о чем идет речь, я тут пропускаю, имято, она вешафэль, митцад, гаргишо, баатсмо, мала, о, маалот, гу, миякер, ацмо, миитхабэрым, гамон, гаолам, итхабрут, тмиди, рак, лифи, ацорых, аехрихи, да, прямо это, если вы откроете этику Аристотеля, вы это увидите, да, человек, который уважает себя, то есть, он не, да, некоторые назовут это сноб, да, он уважает себя, он чувствует, да, в себе достоинство, да, и он себя, уважая себя, он, обходит людей, он не старается ни соединяться, ни смешиваться с массой, да, с простолюдинами, можно сказать, амон, аулам, да, рак, лифи, ацорых, аехрихи, только по неизбежности, скажем так, да, вот это, и он, вот это качество, он считает правильным и достойным, да, вот он очень много об этом говорит, мы не будем это все читать, качество, это, то, что неизбежность, это последствия, да, поскольку он знает, он себе цену, да, он понимает, что он, в чем-то отличается от других, да, в хорошую, в хорошую сторону, и поэтому он это ценит в себе, да, да, и он ссылается на, да, тоже в Масехет Сотта, мы еще коснемся этого, очень много говорится про, в начале, про, про Гаава, про Анова, в самом начале, в давдале, давгей, да, так вот, это очень известное высказывание, Амара, бихебар, аши, Амара, талмит хахам, цех шьебо, эхад, мишмуна, бешминит, да, талмит хахам, да, он должен иметь одну восьмую, одно восьмой, одно восьмой гордыни, да, здесь о гордыне идет речь, да, это дробь, да, это один разделить на 64, да, почему именно эти цифры, он как раз это обсуждает, мы не будем, он приводит разные варианты, не будем этим заниматься, да, он, да, он пытается объяснить, он приводит другие мнения, да, откуда берутся вот эти цифры, но не в этом дело, да, но здесь говорится, что какая-то доля, да, гордыни должна быть, у тальмитха хам, да, потом с этим равнахман спорит, да, омар, да, равнахман борится, кло мина, в ломикца та, да, мизутар диктивба, то и ват, ашем коль гвалев, да, разве мало того, что сказано в этом, посылке в Мишлей, мерзость Всевышнего каждой гордой сердцем, да, возвышенной сердцем, да, но ми-ири, во-первых, он считает, что Аллаха, как, как рав, или как, тут есть разные версии, да, как рава, да, да, тут есть рава, тут просто дальше говорится, амарава, бешамта де итбей, у вешамта де ледбей, да, шамта это херем, анафема, да, что надо наложить, ну, такое образное, да, наложить анафему на того, у кого она есть, гордыня, на того, у кого она, ее нет, и равнахман, на это реагирует, да, да, вообще надо, чтобы ее не было, да, мы еще коснемся этого, да, так, ми-ири, он считает, что должна быть, присутствовать гордыня в какой-то мере, и он это здесь приводит, как раз, когда он говорит про вот этого человека, который называет то есть чуть-чуть, да, должно быть гордыня, и что это за чуть-чуть, как раз он говорит, что это и есть вот этот человек, который, да, ценен в себе, существующие у него достоинства, это, 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 то самое. Да, и что за четвертое, качество, четвертая категория, а мандрыгар и веид, веи рауя ле ровбны адам, да, это очень интересно, то есть большинство людей, они тоже должны иметь какое-то свойство, которое связано с, с самоуважением, скажем, да, да, разные термины, да, что это значит, то есть, то есть человек, каждый, сейчас называется у нас достоинство по-русски, да, то есть человек должен иметь достоинство, не продавать себя в рабство, не знаю, в настоящее, или может быть, это образно, это должно быть у большинства людей, так он говорит, да, для вас это, видимо, такие новые вещи, да, потому что у нас очень много говорят о Гаава, о Гордыне, да, это, нет мусорической книги, которая эту тему не обсуждает, да, это, Гордыня обычно в наших книгах, в остальных книгах, она прямо растоптана, можно сказать, да, уничтожена, да, осквернена, да, но есть вот этот представитель, да, великий Раби Минахэм о мире, который придерживается совершенно другого мнения, да, 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 то есть единственное, что у него является отрицательным, это когда человек, он спорит просто так, без, да, просто чтобы быть правым, да, правым в, в дискуссии, да, независимо он, да, его интересует правда, не интересует, просто он должен всегда быть, да, победителем во всем, выше всех, и так далее, это отрицательная вещь, да, но если у человека есть действительно достоинство, человек по нему должен это ценить и это не отрицать. Хаим Залон принес Масеха Чаббат, да, если мы немножко посмотрим то, что говорят наши мудрецы, да, тут в Гмаре, в Масехе Чаббат есть такой большой, длинный список, каждый мудрец, есть такое выражение «тейсили», что такое «тейтили» «придет мне», да, что это значит, тут каждый хвалит какое-то свое поведение достойное, и он говорит, что за это он должен получить вознаграждение от Всевышнего имеется в виду, «тейтили» «амар» «рав гуна» «брейды» «рав йошуа» «тейтили» «делос сагина» «дали дамот» «бегилюя рож» он себя хвалит, он говорит, да, вот я отличаюсь вот этим, этой особенностью, этим особым поведением, что я никогда не ходил без головного убора, без непокрытой, с непокрытой головой, даже четыре локтя на короткое расстояние, да, и «тейтили», да, я должен за это получить какое-то вознаграждение, «амар афшеши», «тейтили», «декайм», «декаймит митсва тфилин», да, я постоянно «тфилин» все это, тут не сказано, в какой форме, все носим тфилин, да, но, видимо, да, постоянно, да, «амар афнахман», «тейтили» «декаймит митсва цицит», да, афнахман хвалится, боюсь, какое слово, хвастается, да, тем, что он выполняет митсва цицит, тут еще, 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 тут длинный список, который называется «тейтили», 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 «тейтили» соответствует тому, что мы прочитали у «Мири», да, он, правда, это не приводит, но, то есть, мы видим, да, что, когда у человека есть какая-то особенность хорошая, да, он не должен это скрывать, да, и даже он может рассказать об этом, заявить об этом, да, так получается, да, это так или не так, да, это, да, и да, так и тут я принес Шаричу Вар, раба Ину Йона, он тоже много говорит о гордыне, да, у него подход к гордыне немножко другой, не как у Мири, но тоже сейчас мы посмотрим, да, во-первых, сама Тора, да, она в нескольких местах, она выступает против гордыне против, да, может быть, самое известное, это вирамли вавха, вешахахте, ташемилу кеха, да, Тора боится, что человек, он возгордится, и он забудет Всевышнего, да, между прочим, да, есть, смаг, да, Сефер Митцвод Гадоль, да, он, свои книги, где он составляет список всех заповедей, да, он, у него есть такая, такой, такой лав, да, пентишках, это шемилу кеха, да, он, он, выделяет, как отдельный запрет, да, и, что нельзя гордиться, да, это, 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 это в том же месте, написано, пентишках, это шемилу кеха, пентишках, это хазаль, да, он это связывает, он, да, очень интересно, он даже пишет, что, когда он составлял этот список заповедей, ему приснился сон, да, это известно, да, он, да, что он забыл одну заповедь, да, да, ему приснился, да, приснился сон, да, что есть даже такая гмора, да, эта гмора говорит, гордецы, это тоже гмора в Масаха Цотаге, там же, да, гордецы, да, они нарушают лавы сторы, да, вирам, левавха, вишахах, это шем лукех, да, так он проснулся, да, и он побежал, можно сказать, да, менять текст этой книги, да, он добавил еще один запрет, да, я не знаю, да, это интересно, нет, всегда должно быть 613, да, он, да, он не пишет, что он исключил, да, может быть, это было в процессе, поэтому, да, он список еще не закончил, поэтому, он просто не, еще не дописал, да, у рамбома такого запрета нет, это, да, мы еще коснемся этого, да, есть еще, есть же другие, еще книги, Мунеа Митсвот, это называется, Ереем, Смак, есть вообще Багак, да, у них у всех есть какая-то или Митсват Асе, или Лото Асе, которая тоже связана с, с гордостью, запретом гордиться, есть же в Торе еще есть, Мушарабейну говорит, не скажи, да, что Всевышний тебя приводит в эту землю из-за твоей праведности, Лоби Циткатха, да, Лоби Йошир Левавха, да, Всевышний тебя приводит в эту землю, да, еще, да, есть заповедь, которая связана с царем, как раз я открыл, как раз Шарей Чува, Рабин Йона, он приводит заповедь, связанную, закон, Аллаху, которая связана с царем, да, то есть царь, да, на него, у нас, да, наложены такие сильные ограничения, можно сказать, да, ему это нельзя, то нельзя, да, нельзя иметь много денег, много жен, много коней, вы знаете, да, и да, и он должен и книгу, и Сефер Тору написать особую, еще добавочную, да, и он постоянно должен ее учить, она должна быть с ним, и все это делается для чего, да, так, левельти рум леваво ме хав, да, чтобы его сердце не вознеслось над его братьями, да, так, Рабейну Йона приводит здесь этот пасук, да, и он делает из этого общий вывод, он видит в этом пасуке, который сказан про царя, источник запрета иметь гордыню, как это, ведь сказано про царя, так он делает кальвахомер, да, если ему запрещено, тем более простым людям, чтобы большой не гордился, не возгордился над маленьким, это кальвахомер, кальвахомер всегда, если есть какая-то перха, его можно, да, опровержение, можно кальвахомера, да, разрушить, как бы, да, но здесь, видимо, он не нашел этого опровержения, вагава амина аверот, и он уже, поскольку он приводит этот запрет, он здесь обсуждает, да, показывает свое отношение к гордыне, агаава амина аверот, ахамурот, амиабдот, умихалот, анефеш, он говорит, что гордыня, это очень, очень тяжелое нарушение, она уничтожает душу, он говорит, шенэмар, то ават ашем коль гвалев, да, вот этот пасук, да, который приводит, равнахман в гаморе, что мерзость Всевышнего, каждый гордец, да, тот, кто возвышается сердцем, ума йо-иль киньян каспо, вэрово шро, вэгинзэй берумав, вот такой язык, да, очень красивый, вэйны ахарэйки нит'а вэнаэллах, говгэй тифээрэд гдулато, амуким и шээ оль, он говорит, что дает богатство этого человека, да, капитал, который он накопил, да, если он противен, и мер, мерз, да, он является мерзостью, он приводит пасук, вэалиталэль хахам зулати, вэавудат ашэм эт барах, у вэйрато, вэабитахон бочи, то есть он находит все-таки, место где да, можно гордиться, да, это пасук, вэалиталэль хахам бэхохмато, вэалиталэль ашир бэошро, вэалиталэль гибор бэгвурато, кимбезот и талэля миталэль, аскельвая доаути, да, мы приводили этот пасук из Зермияу, да, то есть разные ценности, которыми люди гордятся, да, этот пасук говорит, что нечего ими гордиться, единственное, чем стоит гордиться, это познание, познанием Всевышнего, да, так он говорит, что, да, вот этот запрет гордыни, он связан с тем, что, надо гордиться настоящими ценностями, а не фальшивыми ценностями, каким-то воображением, да, то есть получается отсюда, что, что, то, что делали мудрецы, да, это имело место, да, то есть, если человек, он, он, праведен, он выполняет какие-то свои обязанности, митцвот и так далее, да, нет никакой проблемы, нет никакого запрета, это неотрицательно, да, этим себя хвалить, да, и рассказывать об этом, да, так получается, это с одной стороны. царь не может гордиться тем, что он царь, но он может гордиться тем, что он праведный человек, да, по мере он даже может гордиться тем, что он царь. Да, если он придерживается истинных вот этих, да, целей, да, да, но в другом месте, тут я открыл другое место, он пишет по-другому, вот здесь говорит, про-тשובу, это же шари-тשובа, то он говорит совершенно другую вещь, да, что человек должен обудат-то-шем, свое служение Всевышнему, да, не не хвалить, не хвастаться, не хвалить себя за это, да, и не ляхзиктоваляцмо, то есть не считать, что он достойный похвалы за это, да, 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 у него такие большие долги перед Всевышним, да, что, что бы он ни делал, это не не полное выполнение всех своих обязанностей, алькейны икана, виявот, беацнеа, вилуи ахмод, каводальма асаваних бадим, поэтому он должен служить Всевышнему скрыто, скромно, и не просить почета, да, не стремиться к почету за его благие дела, вилуи ваке штифэрэт адам альпуалавам и фуарим, он должен хотеть, просить похвалы от людей за его прекрасные деяния, в истерэмми даатамки фига и холит, он должен скрыть, да, эти деяния от, как только можно, максимально, да, так, тут надо понять, что здесь происходит, это, да, да, еще, в другом месте он говорит то же самое, да, так, мы можем, если мы откроем, есть такая книга уход цедеким, да, все, все, конечно, и учили, да, тут тоже, конечно, есть, да, тут обсуждается все возможные качества характера, да, здесь есть шара гаава, врата гордыни, да, так, тут он пишет такую вещь, ахаках и ситха, аецер легалотха сидутха, умасэха тувим, лифней гаам, умивира ая, он здесь говорит про такой диалог со своим ецером, со своим злым началом, да, этот ецер, он тебя будет уговаривать, он говорит, уля яасу, гамгем камоха, да, подавай пример своими, да, своей праведностью, да, и веди себя праведно, особо праведно, наглядно, на глазах у всех, да, для чего, для того, чтобы с тебя взяли пример, чтобы они тоже, чтобы они вели себя, как ты, так он говорит, что это ецер, да, тебя уговаривает злое начало, да, в гамзе нем шахмина гаврут, это гордыня, он говорит, афальпиши мацину, камак долим, шиниш табху, да, мы видим, что, да, мы, несколько мудрецов, они себя хвалили, да, он, несомненно, имеет в виду, вот эту гмору, и еще, да, да, что они хвалили себя за то и за то, так он объясняет, да, они это говорили исключительно своим ученикам, своим знакомым, друзьям, чтобы они действительно этому научились, и взяли от них пример, это несомненно митсва, люди должны дорожить хорошими деяниями, поэтому можно в таких случаях рассказывать о своих вот этих достоинствах, но при этом он говорит, человек рассказывая о себе, и он не должен думать, да, параллельно, о, какой я хороший, да, а я это знаю, зе, а не осе, да, то есть чувствовать себя достойным, наслаждаться этим, скажем так, да, о, а валифне аулаам, но перед всеми, перед миром, то есть перед всем народом, им на самом деле запрещено рассказывать об этом, откуда он это берет, так на самом деле, эта идея, она уже приводится в, есть книга Сефера Хасидим, это нервы Хасиды, которые известны нам сегодня, это Рабьюда Хасид, это Хасиды Ашкина, там он тоже приводит вот эти, эту гумору и еще, да, и он объясняет, как мудрецы могли себя хвалить за вот эти хорошие поступки, так он говорит, это только в особых случаях, это только своим ученикам, чтобы их научить этому, но публично оповещать, рассказывать о том, что я такой и сякой, да, я особый в этом и в том, да, это нельзя, да, это уже гордыня, да, так и видимо, Раба Инойона тоже, да, мы увидели в нем такое противоречие, да, что с одной стороны, да, человек в основном запрещено гордиться и фальшивыми ценностями, да, неправильными ценностями, а правильными, да, надо гордиться, кимбезоти, талелами талел, аскель ваядоути, да, но с другой стороны, он говорит, что человек должен жить с таким чувством долга перед Всевышним, да, что он не успевает выполнить все свои обязанности перед ним, да, и да, не надо себя охвалить или ценить за то, что он что-то там сделал, да, видимо, тут есть вот этот компромисс, что где-то в глубине души человек должен быть рад тому, что он правильно и правильно себя ведет, и талел, но хвастаться этим, да, рассказывать, выделять это, да, особенно публично, это нет, да, вот это, надо найти вот какой-то баланс в этом, да, это парабейн-йона. Интересно, есть, можно упомянуть, есть у нас такой запрет в Аллахе, йогара, да, есть такой запрет, йогара по-арамейски это гордыня, да, выпендриваться, да, так, например, самый такой, самый классический пример это, как раз это, Масехет Брахот, да, Хатан, да, Хатан Патурми Кеатшма Белайла Ришон, да, да, и там как раз в Мишне обсуждается, да, Рабан Гамлиэль, да, несмотря на то, что он был женихом, он, он все-таки читал Кеатшма, да, там, приводится обсуждение, да, можно каждому это делать или нельзя, так там написано, локу ларуце, или толи ташем и толь, да, не каждый может дословно взять имя, а имеется в виду Всевышнего, да, 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 это объясняется, это, то есть, простой человек, если он готов читать Шма, несмотря на то, что он жених, он освобожден от этого, да, так, ему это делать запрещено, по лохе, почему? Это Мишум Йогара, да, из-за гордыни, да, так, что мы здесь видим, мы видим, да, что нельзя гордиться хорошим поведением, получается, да, в чем проблема, да, это же Йогара, Йогара, да, мы запрещаем, да, жениху, да, который готов, несмотря на то, что он освобожден от выполнения этой заповеди, но он готов, я освобожден, я хочу ее выполнить, да, мы говорим, что, ты не можешь сконцентрироваться, поэтому тебе нельзя делать, то есть, как бы, ты обманываешь, получается, я так говорю, что там, в этом проблема, то есть, ты и делаешь, как бы, но есть единицы, которые могут сконцентрироваться, да, и вот, есть человек, который, да, он готов взять на себя, вот эту, как бы, миссию, да, это, да, почему ему не дать эту возможность, да, да, Нура там, наоборот, что, наоборот, обязан прочитать, нельзя не читать, чтобы не показать, что я юдэ или хавэ, да, это сегодня, окей, да, 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 я говорю, как это, как написано, в Мишне, в Мишне, в Аркану, нет, но объясняется, что-то по-другому, потом так, что-то, нет, в самой Мишне сказано, да, что, да, что, обычным людям запрещено читать Шма, да, когда, да, в первую ночь свадьбы, да, 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 то есть, это, тоже можно связать с нашей темой, да, но на самом деле, если вы посмотрите в комментарии Рамбома, в эту, на эту Мишну, он говорит, там, такую вещь, да, что, на самом деле, это запрещено, потому что, как раз, может быть, таким хвастатством, неоправданным, то есть, человек читает Шма, да, он этим показывает, что он, как раз, сможет сосредоточиться, что он такой особый, праведный человек, а на самом деле, кто знает, мы, это Хазака такая, мы, его держим за человека, который не может сосредоточиться, на самом деле, да, получается, что его поведение, оно является пустым хвастовством, неоправданным, то есть, но на самом деле, если человек, он, да, достоин, да, он известен, например, как праведный человек, так он, да, может читать, да, неоправданным, оно публично запрещено, и скрыто, да, и более того, на самом деле, сам человек, он тоже не должен до себя, да, обманывать, считать себя праведным, когда он не таков, да, еще, можно еще расширить эту, эту идею, да, что на самом деле, даже если он в этом действии, он ведет себя искренне, да, и он действительно прочитал шма, или сделал какое-то действие со всеми условиями, да, но есть же пропорция, то что называется, да, то есть ты должен быть, да, праведный, особо праведный во всем, или во большинстве действий, да, когда ты, да, делаешь что-то одно, да, и это приводит к тебя, такому самомнению, да, когда у тебя очень много, да, этих недостатков в других областях, так это тоже проблема, да, то есть это, то есть, но, Юара здесь не причем, то есть, это не значит, что человек не может быть довольным тем, что он, да, что он в каких-то вещах достоин, и праведен, и так далее, да, Юара это такое особое, да, особое поведение, которое запрещено. — То есть он язык Юара, или просто Юара, что выглядит как Юара, мишу мюара, есть разные, на самом деле, есть еще всякие примеры, да, которые запрещены, мишу мюара, да, это, фильм Рабейна там, фахарла. — Фин Рабейна там, да. Надо следить за текстом, как написано. Да, и тут мы познакомимся с очень интересным явлением. Я открыл комментарий Рамбома на Мишну, на перке Авод. В перке Авод есть такое высказывание. То есть Раби Левитас, он всех нас призывает быть очень приниженным духом. Да, и такой аргумент «тикват и нож рима». То есть всех нас ждет в могиле, рима — это черви или что-то такое. И на эту Мишну Рамбом здесь очень много говорит о недостатке гордыни. Он здесь собрал очень много, как раз он переписал очень много изгмары в Масахетсута. Но вначале он пишет такую вещь. «Квар захарну бепракима кодмимки, анава ги минамидота миулот». «Анава» — это одно из хороших качеств. «Вимиму цаат бена гаава вешифлют аруах». У него есть такая терминология. Есть крайности, есть золотая середина. «Анава» — это не крайность, а это как раз середина. Как называются у него крайности в этой области? С одной стороны, это гаава, гордыня. С другой стороны, шифлют аруах. «Приниженность духа». «Вешем миде миму цаат зо бе-аврит анава». Похоже на Мири, да? Я тут пропущу. «Уквар биарну бепрак аравий, кирауи л'адам, шейтае לאחד משני הקצוות על דרך סייאג, כדי שיקבע במ�יצוע הפעולות. «Хוץ מזот המידה, לבדה מכל המידות». «Рצוני לומר הגאווה, כי לגודל חסרון זאת המידה אצל החסידים וידיעתם בנזקה, רחקו ממנה עד הקצה האחרון, ונטו אלה шифлют, אל шифлют, шифлют הרוח לגמרי, כדי שלא ישירו בנפש זכר לגאווה בשום פנים». Почему это явление очень такое уникальное? Потому что здесь Рамбом отошел от позиции Аристотеля очень сильно. То есть, несмотря на то, что Аристотель считает, что и в этой области надо придерживаться середины, он говорит, что ни в коем случае в этом качестве характера человек должен уйти в крайность, отдалиться в крайность. Почему? Он говорит, праведные люди, Хасидим, он говорит, они знают, насколько вредна она, какой вред вытекает из этого качества, так они отдалились от нее до крайности. Да, полностью он говорит. Тут он приводит, собрал очень много высказываний мудрецов, где видно, что гордыня — это очень-очень отрицательная вещь. И в конце он как раз приводит вот эту гмору в Масеха Цота, где с одной стороны Рава говорит то есть он считает, что по Раве человек не должен уходить в крайность в этом. Он должен все-таки быть в крайности — это не достоинство. Он описывает то, что сказано в гморе, что значит шеменит, шебешеменит, то есть разделили, как будто тут есть такой стержень, который делится на 64 дольки, и по Раве надо иметь он должен иметь. Потом он говорит так, «Зо הייתа дать Рава в Анувах». «Такши Тау Рава» в Патнушинюка Невия. «Авел Рав Нахман пасек «Воемар שאין рауи בשום פנים שיהיה אצל האדם ממנה рецוני לומר מן הגאווה «לא חלק קטן ולא חלק גדול מפני שאין אבונה מועט». «Мידה שתעשה את האדם תואבת השם, איך אפשר לקרוא ולה?» «Амар בזה אין אמה равнахман בריצ כלא מינה ולא מיקצ תא». В общем, приводит к гемору. «Уле חумра лихомר זה אהד אמה אמה מאד מאד אג שפל ולא חד שתיק ולא חד שרימה». То есть он считает, что Раби Левитас он полностью соответствует тому, что сказал равнахман בריצ что ни в коем случае нельзя иметь даже капельку от гордыни, поскольку это очень вредное, очень ужасное качество. Надо отдалиться от него максимально. И действительно Рамбом ולחד דעות он пишет, что несмотря на то, что все качества они должны быть уравновешены, то есть не слишком много или не слишком мало, он очень подробно составляет здесь список, тут есть девять качеств, он описывает каждое качество, гардыни у него здесь особое отношение. Да, он во втором переке он пишет есть качества, характера, в которых человеку нельзя вести себя усредненно, скажем так. он должен отдалиться до последнего края, дословно, какие-то качества, так у него на самом деле есть два качества таких, есть первое это го ва галев, это то, что мы говорим, но есть еще одно вэхэн га каас, гнев тоже у него одно из таких качеств, то есть получается, что у него есть два качества, которые в которых, в случае которых надо придерживаться крайности, то есть полностью отдалиться от них и не иметь ни капли от них. О, да, так и да, так на самом деле у Рамбама тут есть ведет себя, скажем так, противоречиво, с одной стороны он говорит о том, что во всех качествах надо вести себя посередине, уравновешенно, с другой стороны он говорит, что есть вот эти два качества, которые являются исключением, что здесь происходит, что здесь происходит, что здесь происходит, так, посередине во всех качествах, включая и гордыню тоже. рамбам, с другой стороны, видят, что наши мудрецы, они с этим полностью не согласны, да, они к гордыне относятся очень-очень отрицательно, просто он приводит очень много высказываний, цитат из Гмары, что гордыня это очень негативная вещь, и надо, от человека требуется в себе это подавить до конца, да, так, рамбам он скажем так, создал такой компромисс очень интересный, да, что это вообще очень интересная вещь, не все, скажем так, до конца понимают то, что рамбам здесь пишет, что на самом деле качество характера, они выражены в двух плоскостях, на самом деле качество характера это что-то внутреннее, это качество души, которое проявляется в действиях, да, но на самом деле это склонность, это тяга к чему-то, да, человека тянет как-то себя вести, да, человек может осознанно себя заставить вести себя по-другому, да, и тогда это действие, оно не является, оно не характерно ему, оно не, не является индикатором, да, что на самом деле в душе человека, да, как можно узнать, да, как можно узнать, каким качеством я обладаю, пустить свое действие как бы на произвол, да, дать себе вести автоматически, да, тогда, да, самотек, да, тогда человек может понять, какими качествами он на самом деле обладает, так у Рамбома тут есть в Ильходеот две главы, первая глава, которая описывает качество, и вторая глава, так первую главу он посвятил качествам души, то есть внутреннему состоянию души, и, да, а вторая глава, она занимается второй плоскостью, поведением человека, теперь человек, он может обладать каким-то качеством, но заставить себя вести себя по-другому, не соответственно тех качеств, которыми он обладает, так, когда он говорит о том, что человек должен, есть два качества, которые являются исключением, он говорит это во второй главе, во втором перике, то есть он говорит о поведении человека, он не говорит о внутреннем состоянии человека, то есть человек может обладать, допустим, гнев, да, в первой главе он написывает правильное состояние души человека, с одной стороны, как Шмуль сказал, с одной стороны, он не должен гневаться по любому пустяку, с другой стороны, человек не может быть безразличным, когда происходит какое-то безобразие, да, если это у него, если он так себя ведет, это говорит о том, что у него неправильный характер, то есть человек в гневе должен быть посредине, да, но это внутри, это в качестве, да, но когда мы говорим в качестве души, но когда мы говорим самоповедение, тут он должен быть, вести себя абсолютно крайней, то есть он должен быть спокоен, да, полностью, да, и совершенно, даже когда происходит безобразие, он должен быть как Елель, да, который полностью спокоен, да, таким образом Рамбом, видите, он наводит порядок, можно сказать, создает такой компромисс, что мнению Аристотеля он отводит какую область, внутреннюю, да, да, а мнению мудрецов, да, он отводит поведенческую область, да, в случае гордыни, на самом деле он и в первой главе тоже пишет, да, что надо в гордыне находиться в крайности, то есть быть швальруах, да, но он пишет, что это только, он тут делит, есть, есть хахам, а есть хасид, да, и он, он здесь не очень объясняет, но в, в, швальруах, он очень подробно объясняет, что какой смысл хасида, что такое хасид, да, он говорит, что хасид, он себя отдаляет и в качестве характера, он тоже отдаляет себя от середины, альдерых сьяг, да, как такое опасение не уйти в крайность, да, он себя отодвигает в другую сторону, в сторону другой крайности, чтобы из-за опасения, что, что природа человека, натура человека, она всегда уводит человека в другую сторону, да, так он говорит, что в случае гордыни, да, на самом деле надо и в поведении, да, и быть в швальруах, то есть находиться на крайнем положении и во внутреннем состоянии тоже находиться на крайнем состоянии, но, как мидат хасидут, это не общее правило, это касается только тех людей, которые считают себя хасидами, праведными, да, и это тоже альдерых сьяг, то есть это не не идеальное состояние, это состояние, которое существует в силу обстоятельств, да, то есть поскольку мы опасаемся, да, опасаемся, да, что мы возгордимся, так мы и свое, свой характер уводим в другую сторону, да, но это, да, то есть получается, что Рамбом как бы в глубине души считал, что Аристотель прав, полностью прав, да, что и все качества, они должны находиться посредине, то есть нельзя, чтобы, да, это связано с такой, с таким мировоззрением, можно сказать, да, что характер человека, он нужен для него, да, если у него чего-то не хватает, это все равно, что быть инвалидом, да, так же, как человек без руки, без ноги, без какого-то органа, да, он инвалид, он ущербный, да, он бальмум, да, то же самое характер, он должен быть идеальный, полноценный, то есть все качества, они существуют ради чего-то, они выполняют какую-то функцию, в том числе и гордыня, вот это чувство самоуважения, оно тоже важное чувство для человека, да, но это в идеале, но поскольку человек, он склонен, всегда уходить в крайность, да, так что, как противовес этому, да, надо увести себя в другую, в противоположную крайность, да, 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 но гордыня, она выделяется тем, что она как бы надо постоянно быть в профилактике, да, ты не можешь, есть вещи, которые, да, это профилактика, но она, да, она вечная, да, она хроническая, постоянно надо находиться, да, заниматься вот этой профилактикой, можно так сказать, да, я хочу еще, я пропустил, что, что, КАС только во второй главе, то есть, это только в поведении, да, да, но это, по рамбаму, это, это должна быть игра, да, никаких чувств, да, это он пишет, да, то есть, надо оставаться полностью спокоен, да, и делать это только, да, играющий, да, очень, очень, очень сложно, есть тут несколько слов, ты прав, то есть, человек должен, по характеру своему, не быть равнодушным, да, но в этот момент, он должен быть равнодушный, то есть, он спокойный, как бы, да, а внешне он должен разыгрывать, очень, ярого, яро настроенного человека, да, вот это, получается, что тут есть три, это, как бы, такой пирог, да, торт, из трех слоев, это очень, можно так устоять, человек, в конце концов, если он, да, эмоционально он, он злится, на, на, в жизни он не показывает, он все равно взорвется, когда-нибудь, он не выдержит этого? Да, это надо уже спросить психологов, я, я напоследок, не хочу занимать ваше время, хочу зачитать, да, известную историю, да, это очень важно, да, и еще один отрывок из Мурэна Вухим, и мы на этом закончим сегодня, да, да, тут Рамбом приводит такую вещь, украинский, да, и мы на самом деле, имеется в виду, многие ошибаются, думают, что идет речь о какой-то еврейской книге, мусорической, да, но на самом деле, это, это книга, это взято из, хадахасиддим, имеется в виду, это было в исламе, да, было и есть такое движение, цуфим, да, это суфийцы, да, особо праведные люди, да, так Рамбом приводит эту историю из такой книги, «Венэмар ло эйзэу гайом асамэр шавар алеха миямэха», да, такой у них стиль был, спросили одного праведного человека, да, «припомни какой-то день в твоей жизни, который был самый радостный для тебя», Амар сказал, «йом шаити нусэ аль габэ асфина», да, это я помню, был такой день, что я плыл на корабле, «ва я микумиба ашафальше бы микумот», да, я не купил, да, дорогой билет, да, не, не плыл в каюте бизнес-класс, да, в трюме где-то, да, среди мешков, а эти лавушь блюэй схавод, сам я был одет в рываньё, «ва юба сфинасу хариму балей мамон», на корабле плыли со мной, купцы, богатые люди, сегодня мы сказали олигархи, может быть, да, в Израиле говорят тайкуны, да, «ва идти шохэ в бимпуми, я лежал на своем месте, вехад ме аншэ асфина, кам леатил маэм», да, одному пассажиру, да, надо было, да, пойти в туалет, сходить в туалет, да, «вэйгия шифлюти бэйнав», он увидел меня, я был в его глазах так, так низок, да, так, «упхитутам отца ваша раитибо», да, я был в таком униженном состоянии, «атки дэйши гила ацмо», он себя оголил, «вэйтиль мэйма ав алай», и он на меня прямо написал, да, это, вы помните еще, это был самый радостный день в его жизни, да, и почему, но он объясняет, «вэйнифлети альгит хаскут тхуната азуд бэнавшо», я был очень удивлен, поражен, потрясен, не знаю, как это перевести, на его дерзость, да, «вэхэй ашэм», да, он клянется всевышним, да, наверное, Аллахом он клянется, да, именем Аллаха, да, «эллоид стара навши бэмасэ уклаль», моя душа, да, не чувствовала какой-то боли из-за его поведения, «вэллоид торэр ба роге», в моей душе, честно, он говорит собой, да, есть я, есть моя душа, да, моя душа, а, да, он ей гладит, как бы по головке, о, какая душа у меня, да, я дожил до такого состояния, что у меня такая душа, которая не, не волнуется, не гневается, да, ни капли, «вэсамахти симхак дола», я был так рад, да, великой радостью, шиигати, в чем радость, в чем причина радости, шиигати ле мадрыга, я достиг, дошел до уровня, ступени, шилёй царэни бизуй зэге хасэр, да, что позор, который мне оказал вот этот хасэр, этот ущербный человек, да, никак меня не привел в, не создал никакой боли, никакого, да, «вэлло асим либи элав», я вообще не обратил на него внимания, это рассказ, который приводит здесь Рамбом, в комментариях на Перкеавод, да, и что он об этом говорит, «вэнь сафэк шизои тахлит бэшифлю таруах», нет сомнения, он восхищен вот этим рассказом, он говорит, что несомненно, это цель, высшая цель, высшая ступень низости духа, нижности духа, или приниженности духа, «ад шиитрахэк минагаава», да, чтобы отдалиться от гордыни. Так я хочу вас спросить, вот этот человек, как вы думаете, по вашему мнению, он был гордецом или не был гордецом? Я думаю, что он был гордецом, да. Да. Так о чем мы здесь говорим, получается, тут есть вопрос, да, так о каком мы, особым качестве, который восхваляет Рамбом, о чем здесь идет речь, да? Нет, больше, чем поведение, это он говорит о качестве души, характера, да. Да, так тут мы видим, что когда Рамбом говорит о гордыне, гордости, или наоборот униженности, он имеет в виду на самом деле другое понятие. Это называется часто апатия, но не то, что не в медицине, а это часто ценность, которая, о ней много говорится, у стоиков, да, была такая философская школа, стоя, стоики, она существовала на протяжении многих поколений даже, даже уже, то есть это началось от греков, но оно, да, Марк Аврелий известный, да, это уже был римлян, и вот эта ценность, она у них была очень центральной и важной, апатия, то есть безразличие, да, по отношению к отношениям людей к тебе, они тебя оценят, уважают, да, то есть ты не ждешь от них никакой похвалы, да, ты должен выработать в себе полное безразличие, к отношению людей к тебе, то есть, да, с одной стороны, он себя очень ценил, поэтому мы бы не сказали, что он не гордец, да, он в наших глазах, может быть, да, сноб, как вы говорите, да, он смотрит свысока на этого человека, да, он его называет хасер, да, он такой-сякой, да, но что его здесь радует, да, что он добился, он выработал в себе вот это состояние апатии, то есть безразличие к уважению или неуважению других людей к нему, и для него вот эта вещь является великим достижением, это был самый радостный день в его жизни. Достижение то, что он не отреагировал, не то, что... Да, то есть мы сейчас видим, дело не в реакции, да, то есть мы сейчас видим, да, другой, совершенно другой аспект, то есть когда мы говорим о гордыне или приниженности, да, то есть надо понять вообще, о чем идет речь, да, да, и можно говорить о нашем отношении к людям, да, как мы относимся к людям, как мы ставим себя по отношению к другим, да, да, мы себя ценим, да, мы уважаем себя больше, чем других, в чем-то или в целом, да, ложно, оправданно и так далее, да, а есть совершенно другой аспект вот этого вопроса, да, это полное безразличие по отношению к... отношению людей к нам, то есть мы не ждем от них, да, как обычно человек хочет, чтобы его хвалили, чтобы его ценили, да, это как бы такая конфетка, на которую он... приманка, да, на которую он клюет, можно сказать, да, и остойки, они работали над собой, чтобы выработать в себе вот это состояние, да, что полное безразличие, я сам себе судья, да, то, что обо мне говорят, кто-то говорит, плохое или хорошее, да, это совершенно меня не беспокоит. Но не сходятся ли здесь крайности, не является ли это как раз предельной гордыней? Да, да, мы видим, по рамбаму это предельная антигордыня, да, шифлю таруах, тахлит шифлю таруах. Теперь, если вы мне не верите, то есть, может быть, мы здесь ошибаемся, ошибаемся в понимании рамбам. Я хочу вам зачитать еще один отрывок из Морены Вухим. Да, тут это вторая, второй раздел, 36-я голова. Здесь он говорит о пророчестве, да, то есть мы уже говорили о том, что по рамбаму пророчество это не какое-то чудо, да, это, как бы, неизбежный результат саморазвития, да, человек может развить в себе особые качества, особые свойства, в основном это качество интеллекта, да, но надо обладать по нему также большим воображением, вопрос, можно ли это развить, или это что-то врожденное. И тогда человек становится пророком. Здесь он описывает, он об этом говорит, тут много глав этому посвящено, но в этой главе он описывает те качества или те условия, которые требуются от пророка. Да, так он пишет вот такую вещь, да, немножко сложный язык, да. Кмохен хаяву то адам, также должен тот человек, тот человек — это тот, кто хочет стать пророком, да, может быть, кому-то это пригодится. Он не должен думать или преследовать, то есть в мыслях его не должно быть стремления к ложным почестям, скажем так. Да, его желание, стремление к ним, оно должно исчезнуть. Каванати, что я имею в виду? Ли рецуно ши ишталет, да, я имею в виду желание иметь власть, овладеть чем-то. Оши я рецу пшутэй гаам, или чтобы восхваляли его простолюдзины. Ва им шахэм ле хабдо, да он не должен, да, их призывать, уважать его, улицаетло и подчиняться ему. Лешэм ках бельвад. Только ради этого. То есть власть по рамбаму это важная вещь, да, посредством власти человек может воспитывать народ, направлять людей в правильное направление, в правильное, да, но вот это стремление к почестям, да, это очень отрицательная вещь. Эла, тут интересно, как он это объясняет или описывает, эла, а лав ле рот, он должен смотреть, бней га адам кулам, как вот человек должен такое смотреть на всех людей. Кефима цавэем шибагэм гэм немцаим, бли сафэк, он должен смотреть на них, мы бы сказали объективно, может быть, оки в ней цон, оки хайот тэрэф. Люди для него должны быть или как овечки, безвредные, да, которые не могут никакого вреда ему причинить, или наоборот, хайот тэрэф, как хищные животные. ашэра шалээм амидбодэд ло яхшо валээм, ка ашэр гухо шэ валээм, эла кийцад лейнацэль мебгьятам шэламазяким шэбэнеэм. Человек должен жить в человеческой среде таким образом, что он должен видеть в них или объект беспокойства, в смысле, что они могут ему нанести вред, или наоборот, никакого вреда. Но ждать или хотеть какого-то отношения от них к себе, это неправильно. Да, можно мы свой можем привести пример. Человек идет там в зоопарк, ему интересно посмотреть на слонов, на обезьян. Мы не думаем, а что они о нас думают, какое отношение обезьяна ко мне сейчас имеет. Это объект просто для наблюдения или опасности. Некоторые говорят, из такой пример, с какими-то мухами, извиняюсь за сравнение, но я просто видел такой пример, как мы относимся к насекомым, к мухам. Они вызывают опасность для нас и не вызывают. Какое отношение они к нам имеют, когда они нас уважают. То есть человек, может, допустим, комар пытается высосать у него кровь, он может в своем воображении, ой, как ты меня не уважаешь, почему ты меня так обижаешь, почему ты ко мне так относишься. Мы обычно так, это отклонение, если есть такой человек. Так говорит Рамбам, что по отношению к людям это то же самое. То есть человек должен над собой работать. То есть это идеал, это идеальное состояние. Это то, что Рамбам имеет в виду, когда он рассказывает про этого человека в корабле. Мазик был для него, он же после какого-то... Да-да, так он для него был мазик, этот человек для него был мазик. Он уже не убежал, когда тот... Нет, он не успел, но... Не, здесь важная деталь в этой истории, что тот, кто это сделал, он хасет. А если бы какой-то мудрец поступил по отношению к нам, он говорит так, видимо, он бы уже как-то чувствовал себя иначе. Это очень базовая потребность человека. Я вообще не понимаю, как можно об этом говорить на практике. Окей, да, но просто я хотел вам показать, что идеал Рамбам это идеал вот этих стоиков. Если вы помните, просто я вам напомню, когда Рамбам говорил о том, что для правильного понимания, для того, чтобы познать Всевышнего, необходимо улучшить свои качества, качество характера. Если вы помните, он приводил примеры молодых людей, которым не стоит учить метафизику, или Масе Меркава, или Хохма и Лукит. Почему? Он там на самом деле объясняет, он говорит, что молодые люди, их характер, он еще неспокоен, он еще резок, он имеет в виду то же самое. То есть о какой гордыне, он там упоминает скромность, но что он имеет в виду? Он имеет в виду вот это. Он имеет в виду спокойствие души, равнодушие, апатия. Это очень важно по рамбаму для развития разума, для интеллекта. Когда человек не апатичен, ему он возбуждается разными внешними факторами. Это недостаток, и этот недостаток, по рамбаму, он мешает правильному пониманию, развитию интеллекта. Получается, что у нас, когда мы говорим о гордыне, есть разные, во-первых, мнения, как к этому относиться, и о чем вообще идет речь. В следующий раз я собираюсь продолжить эту тему, но уже поговорить о отношении Балятани и вообще хасидского мира, можно сказать, и еще других к гордыне. Мы увидим, что у них к гордыне совершенно-совершенно другое отношение. КОНЕЦ